В зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика состоялся эко-хакатон «Заповедные земли» – первый уникальный в регионе форум, где специалисты из разных областей сообща работают над решением общей проблемы в сфере экологии. Проект разработан в рамках программы развития арктических регионов хранителей Севера. Добавлю, что данное мероприятие получило грантовую поддержку от Всемирного фонда дикой природы. Форум «Заповедные земли» в Ненинском округе проходил впервые. Это место, где собрались те, для кого вопрос сохранения природы крайне важен. Специалисты-эксперты из разных областей сообща работали над решением общей проблемы в сфере экологии. На самом деле было очень обдушевленное настроение. Я понимала, что не хотелось сделать такой проект, где люди бы не просто развлекались, бы тусовались, как обычно бывает на форумах у нас, а реально бы работали, это то есть хардкор полный, и в конце был бы у нас готовый проект, результат и заряженные люди, которые хотели бы это делать. Эко-хакатон «Заповедные земли» прошел в форме игры. Участники были разделены на две команды. На протяжении двух дней сначала разрабатывали, а потом представляли свои проекты. Татьяна Дедицына на форум пришла не случайно. Признается, тема экологии ей очень близка. Она хочет получить новое знание и, конечно, опыт. Вообще, я ожидаю какие-то новые знания, более подробное изучение ситуации. И, возможно, наши решения повлияют как-то на дальнейшие действия округа и, в частности, людей. По словам представителя Всемирного фонда дикой природы Сергея Уварова, главная задача форума – создать проектный кейс по развитию особо охраняемых территорий Ненецкого округа. Это, по мнению экспертов, является одним из механизмов по долгосрочному сохранению биологического и ландшафтного разнообразия как на международном, так и на региональном уровнях. Для нас очень важно, чтобы вся информация, которая касается состояния окружающей среды, она была доступна любому жителю региона. И все мы понимали, что реализация того или иного проекта, она проходит без ущерба окружающей среды. Завершился первый экологический форум. Вручением дипломов организаторы тем временем заявили, что Хакатон заповедные земли должен стать ежегодным, то есть традиционным, а его программа непременно будет доработана и расширена.